мы рады вас приветствовать как всегда с вами и я погодный а за ним это сегодня мы делаем прихожую замечательный замечательный отделки карпагенская штукатурка это мы наносим это мы наносим подложку это крайне должно быть не знаю насколько там будет хорошо красота получается только другой цвет, да, Олег? другой цвет будет вот этот цвет будет только этот вид из основного мы взяли модельную массу нашу любимую это D6M мы ее открываем можете использовать другие, да, акриловую стартовую финишную штуку любой другой фирмы коллируется универсальными красителями еще еще Олег познакомит нас с легендой декоративной отделки мы его называем 3XL 3XL много XL много XL потому что работать вот таким в данном случае неэффективно даже таким и даже и даже таким против этого да слабочек слабочек поэтому мы работаем профессионально рекомендую да программа погонный метр за рекламу а, информация на правах рекламы да это мы делаем, да, первый слой да просто подложка подложка мы просто разглаживаем нет, мы просто разглаживаем как можно тоньше ну, естественно, перекрывая чтобы не оставались ровной линией отшпатывания мы вымедлежим ну, и сами лучики вот если шероховатая бутылка, как в данном случае то мы постараемся ее приглаживаем чтобы было меньше этих лучей ну, у вас дальше расскажем на втором слое да не привлечать из этого в общем сегодня мы продолжаем готовить вас для арбайенской поэтому вчера вы видели первый слой мы наносили да знаменитым трекса элька вот как он высох да ну, в принципе да да это грубая грубая грунтовка с песком поэтому такая получилась у вас и второй слой тем же материалом колерованной модельной массой вот такой сейчас подойди покажу вот такой вот и этот вот Олег уже берем да по чуть-чуть и делаем такой как бы легко-легко держим шпатель и ведем не ровными движениями а так набрасываем как мы говорим изюмчик слушай к нам уму где-то уже показывали да подобную технику по-моему мы когда делали на Коперников в ванной да мы делали мы только мы там да и мы с грунтовками там была другая да техника да и была другая техника там мы ее в чистом виде марракеш марракеш да хотя мы там назвали Кафагенское но это мы ее между собой называем марракешек да то есть мы выложим здесь подбрасываем где-то высых места добавляем чтобы не было ровной по сторонке шпателя согласно чтобы не было наплывов таких сильно корягов тоже его немножко предваживаем и все получаем такой вроде папоротник растительный орнамент можно так назвать это такой растительный орнамент да такой вот растительный нет как кораллы да там это еще какие-то ассоциации кто-то связывает его с травентинчиком да ты тоже назвал травентинчиком да было когда я его называл как как ракуш ракушня как из детьми ракушня как в готовом видео он будет выглядеть замечательно в этом видео он будет выглядеть просто замечательно ну что не бывало вам успехов? ждите нас на третьем слое да вернемся до встречи на третьем слое да наносить финальное покрытие волшебное нет мы еще вернемся когда мы будем делать его грунтовать да мы его загрунтуем а потом уже будет волшебный гель а потом будет волшебный гель с которым вы уже знакомы нет может не знаком он тоже покажем ну кто не видел наши предыдущие архивные передачи да да так сказать сегодня их всех не пересматривали мы повторимся повторимся да выдели себе какие-то нюансы и новое что-то мы расскажем так что не переключайтесь оставайтесь с нами с нами были неизменные курющие погодные и мэт неизменные неизменные и неизменные слышать слышать а вы меня надеюсь слышать я помню сильно надоел в общем сегодня мы делаем финальное покрытие под названием карханец карханецкая штукатурка мы перед этим покрытием как вы помните из предыдущих уроков так сказать сделали такую фактурку не не увидят они эту фактурку уже видно какая она из себя фактурка следует прочухать острые края чтобы она на ощупь была тактильна гладкая приятная не цеплялась не корявалась после этого загрунтовать чтобы без потёков без следов чтобы можно было вот этой лазурой играться и грунтовышкой играет просто такой сдерживающего фактора предотвращающего как ты говоришь лисер ну да лисерога происходит когда накладывается слой этот материал даёт полоску тёмного из тех местах где идёт наложение а так она отсутствует ну ещё момент что подложку мы делали одного цвета да а лазурь немножко темнее по желанию лазурь уже получается двухцветная вот преимущество когда делаем модельную массу цветную а не белую так что ещё надо сказать ну можно рассказать как мы скользает лазурь в чистом виде как мы её делаем как мы её делаем берём обычный клей для обоев для обоев желательно такой универсал да и настаиваем его потом в него добавляем цвет краситель универсальный краситель универсальный потом после того как этот краситель мы выяснили что его хватит добавлять добавляем в него перламутровую краску так почему нет сразу сразу что клей не растворится нормально если сразу же добавлять и то и то и то одновременно замешивать да именно по очереди потом что можно было добавить туда лак или клей ПВА для того чтобы наша лазурь была стойкой поливать со шламом не знаю но с этого дела точно поливать будем с душа так сказать ну потом что еще мы наносим это чем можно железным шпателем по желанию самого мастера можно пластиковым подсыхать когда высохло будет все потом что можно подсыхать можно от убравшую нужно больше переломутра можно делать патину следить чтобы не оставалось таких штучек можешь показать вот таких штучек вот не ближе со стороны света чтобы таких вот это надо убирать потому что еще лазоль по диагонали чтобы не было таких гнездовых квадратных гнездовых это все для того чтобы было все у нас что при финире когда она высохнет даже если там будут легкие переходы то они будут казаться естественными так что еще по лазури что можно вместо переломутра добавлять обычную краску и тогда у нас получится патина цветная если клей потом универсальный краситель и обычная акриловая краска то получим цветную патину полупрозрачную такую патину ну и соотношение где-то один наверное мы например делали сколько в этом случае где-то один крем мы делали три части клея одну часть переломутровой краски а так опять таки по желанию хотите получить эффект можно делать или больше переломутра или меньше переломутра если ты уже начал рассказывать сразу последствия большего или меньше а что там какие последствия если больше переломутра перекрывает меньше двух цвет если оставляем меньше переломутра а больше делят это будет четкий двух цвет площадки на которых снимается материал светлее ямки будут темнее Anybody оставайтесь с нами всегда рады вам помочь Мы работаем для вас. Я работаю над слоганом нашей команды. Отзывы прошло вставлять по адресу. Такой слоган вам больше всего понравился, такой ясный. А там где-то есть, мы работаем для настроения. Мы создаем настроение в вашем доме. Да, точно. Ну что, я выхожу на канал и подсохну. Покажу, какой он вышел. Подсохну. Подсохну. Только больше всего видно. Подсохну. Замечательно, да. Ну и чтобы где-то меньше цвета. Она, конечно, цвет. Это, конечно, полезно. Будет лучше всего, да? Это же можно заметить, да? Как-то на этой вермолистушке она перламутерно играет. Еще. Набирая силу. Да. Да. Это все потому, что последний. Подсохну. Подсохну. Что будет вам больше всего? Да. 파 individuals, вам больше Excel стимул. ка. Субтитры создавал DimaTorzok